Итак, у нас проблема с бонкой, с креплением багажника. Винт был не закручен до конца, багажник болтался, и, соответственно, эта бонка, видно, что она вышла из рамы и теперь болтается свободно. Проблема номер один. Нужно выкрутить винтик, потому что, когда я начинаю крутить, прокручивается бонка. То есть, не выкрутить, не загрузить винтик сейчас нельзя. Значит, нужно как-то его срезать, дальше эту бонку удалить и вставить туда новую. Будем делать эту работу. Около часа я тут все это стачивал. Почти ничего не закосал. Хопа, теперь вот это снялось. Теперь будем думать, наверное, плоскогубцами. Еще в дышке напшикаю. Плоскогубцами зажму саму бонку. И вторыми плоскогубцами зажму винт. И попробую открутить. Плоскогубцами я сплющил бонку, ее края. И с одного боку получилось подлезть сверлом. И вот аккуратненько дремелем я просверлил нахвозь дырку, чтобы раму не повредить. Я надеюсь, что бонка ослабла. И сейчас этот винт можно будет вынуть. Ну что ж, ВД-шка. Минус одно сверло, минус одно насадка для дремеля. И винтик. Выкрутился. Хоп, упал. Все, теперь эту бонку можно будет сейчас как-нибудь аккуратненько или рассверлить, или сплющить. И вытащить. После нескольких запоротых насадок для дремеля и сверл бонку удалось выковырять. Ну как выковырять? Примерно процентов 25-30 я вынул наружу. А оставшийся кусочек куда-то туда улетел внутрь. Но он там летает свободно. Поэтому, в принципе, я смогу его загнать в эту верхнюю часть рамы. И потом туда забью или герметик, или монтажную пену. И эта бонка там будет намертво закреплена. И не будет она там болтаться и шуметь. И после этого я уже сюда вставлю новую бонку. Это будет чуть-чуть попозже. Вот удалось мне поймать этот кусочек. Вот так он там внутри болтается. И оп, туда он упал. Сейчас мы его там как-нибудь зафиксируем намертво. Чтобы он никогда больше звуков не издавал.